вы меня когда просили прислать фотографию в армии вашу да вы там найти не могли вот я когда искал я и прям в интернете нашел я потому что был не за компьютером и там вышли еще и другие фотографии я набрал игнатий лапкин армия вышла как вы моряк сейчас я даже демонстрацию включу так вы сделайте чтобы я не в углу был у вас одинаково занимали по посередине рядом сидели а только это я в углу там спрятаны у меня вы нормальный ну ладно сейчас это так так вот вот я это нашел фотографии да и вот тут вышла такая фотография видно да я очень хорошо видно да вот и сзади иконы николая чудотворца то есть видно видимо в университете там доска я хотел у вас спросить а что это за человек такой и вот так тепло общаетесь ну вот я вел занятия так не всегда одинаково в одном вагу это алтайский государственный университет а там первый университет на алтайском крае был а потом я перешел технический университет позунул тут больше 30 тысяч студентов это очень большой университет там огромная корпуса такое и там был один человек у нас он знакомый ты я говорю вы везде ищите где меня позовут чтобы я вел занятие со своими людьми ты но и выше видимо сначала выше у у него проректор был семкин борис васильевич я по него отдельно напишу напишу какие он характеристики мне давал когда кровавая прокуратура запросила мы дадим место им а кто они такие мы даже знать там блестящие такие не скажешь как вы можете мое фото сделать рядом с вами чтобы я сидел все как его всем кин имя щенкин борис васильевич рис васильевич есть то он проректор по учебной части здесь же был ящик физик профессор кафедры высоких технологий т.п. первый проректор алга ту технический университет заведующий кафедры естествознания системного анализа 2000 по 2015 лауреат имени яблочкова вы найдите там на характеристики он давал несколько раз когда судебные были это не знаю я как будто и неизвестно какой я величины они оба были расположены он даже к нам приходил тут вместе в нашей трапезной был вот такое дело и когда на меня нападали в журнале смена он говорит ты на технич это антиреклама это всегда реклама так что вреда вам они не нанести мы вас знаем они там клеветали там писали все смел вот ректор мы познакомились когда с ним я не знаю почему так ко мне расположился вот идут студенты толпа такая а он меня увидит он сразу шагает ко мне вот так вот а поднимет обнимет поцелует склонится а студенты там толпой вот человек я перед ним склоняюсь вот так бывает он сидит у себя в кабинете комит огромный а я себя приемные сижу там около двери а а там кажется мария васильевна была секретарь пожилая женщина она тоже очень хорошо ко мне относилась но я говорю ладно у него там профессорский состав вот полно людей а он так вот когда дверь кто-то заходит он меня увидит он сразу встал заходи чего там сидишь-то я захожу у него одинаково поручки вот так вот склонятся не знаю просто это профессора сидят академики без огромный такой у зал и он начнет мою биографию рассказывать это вообще это бог делает так поэтому меня в этом месте хвалят а другие сегодня полносят вот так весы они выравниваются играть их я не понял а кто это обнимает то вас вот семкин или вот который и всегнею владимир васильевич ректор стегнеев владимир васильевич вот этого звали на фотографии проректор я у него как раз через него получал аудиторию 410 корпусе в он как-то тут все рассказывать история длинная мы приходим когда в два раза вторника пятницу 16 00 занятие объявлено ну народ идет там и про профессора и кого только нету администрация района края из кгб там но всякие разные но ясно дело сатана этого не терпит и вот мы приходим а там занятия идут нам другое помещение мы не хотим уходить дождемся когда они закончат я один преподаватель мы подходим к нему а видимо он знал кто берет мы подходим грим ключи сказали на проходной чтобы я взял он вот так вот руку отломил по локоть и как мне показалось вот вам они ключи это статья такая есть я туда вниз пошел и говорю а он мне вот так да вы что я на утро семкину сказал когда семкин говорю да кто это такой я говорю я не знаю но занятие вел тогда повел меня в другое помещение и там вес профессора профессорский состав кандидаты поплыли я говорю вот этот о это мы его наняли там по экологии а он в другом месте да я вот сегодня выкину отсюда и такая статья была там про него это так просто не оставим я давай за него ходатайствовать я говорю ну ну бывает человек еще не лады в доме может быть не потерплю я его здесь это семкин мне говорит ну и когда нас собрали чтобы мы разобрались между собой то он дать я не знаю еще самой бы стану и было а я возьми да брякни я говорю в жизни всегда так первая жена горят бога 2 от людей 3 от дьявола у него такие глаза откуда вы узнали что третий раз женаты как не знал а вы же сказали мне именно ну да я говорила на вас и хорошая обстановка идет такая и это правда вот у меня такие глаза сразу это вы все знаете про меня ничего про вас не знаю знаю что так нельзя вести себя но это маленькие эпизоды такие а люди-то приходят разные занятия это идут регулярно и вот мы платили за аренду помещения а тут и студенты кто хочешь потом они перестали сразу брать когда узнали кто я на перед тем как меня взять сделали запрос это вы можете какую-нибудь характеристику дать чтобы солидный человек который вас знает кому мы даем то а мы же подчиняемся москве я бегом я глючать и вернусь вернусь к человеку которому люди по два года не могут попасть на прием прокурор алтайского края генерал-лейтенант пороскун юрий федорович а у нас такая дружба с ним я только подхожу там секретарь который проходи к нему я зашел гриви федорович такая история он сразу вызвал насчитал я ему раз пищать у краевой прокуратуры ну как какие хотя ты это за вас ну ясное дело что такие такого когда ты за короткий промежуток даст человек который того люди которые там знают его я этим пользовался может быть не совсем умело ну вот такое дело и вот теперь когда я не знаю еще и говорить на меня когда направили там разное оружие это все эти судился там которые из общины ушли и мне они потребуя по запросу к суда дали характеристику она у меня до слова божья нету скажется или в открытым оком там они все сохраненную там характеристики так грамотно написаны про детский лагерь и как я учу детей и что тружусь в тюрьме и что я отбыл и несмотря ни на что сумел он с деревни заняться тут то есть таким меня опять же да статья такая и вот однажды у меня спрашивает владимир васильевич вы деньги-то получаете я говорю за что но занятие ведете а нет маленько не так надо раньше взять я нашли что-то так и тонко заходи ну я зашел он говорит тут такое кто говорит заходи то и встигнеев владимир васильевич ректор ректор я стану на другой ты мне чаще спрашивает я говорю а что за вопросы да наши русские новая миллионеры то они говорят недовольны своим положением а я слушаю недовольны хотят повысить свой уровень я замечательно да дело там в том что они избрали тут кого это чтобы вели занятие я так у вас хватает да они никого профессоров не избрали а вас избрали меня а там директора такие звания я буду что владимир васильевич все сделаете он меня уже знает я говорю когда занятие когда завтра занятие начинаете с ними в другом корпусе правда а корпуса огромное там кажется пятиэтажное за четырех там какие пара на разом так вот буквой п и все это соединяется ну 30 тысяч это же ты понимаешь это две полнокровных дивизии ну вот я буду в виду занятия у них там какое-то время проходит они много совсем я так настойчиво там и видео у меня было снято про нашу работу фильмы она сняты и все мировое искусство занятие вели то вот эти русские новое называют которые разбогатели они ваван да всякой ван там все эти они ничего не знают над ними смеются поднять уровень их духовный естественно я греша верующий я буду говорить о вере о библии ну занялся разными художниками историю показал они там я не знаю записывали или как потом приедут потеряевку еще я обращусь потом к ним а вы не могли бы вот это помочь там тестомес надо сделаем привезли тестомес там держа и она вот так рука как будто бы месяц тесто большое там на сотню булок вот тут все рассказывать скажет басни ваши не переслушать но и вот он говорит надо деньги получить я говорю какие новые занятия били да я разве за деньги вел того что и гнать тихонович я гранеют так это они они богаты а я говорю где так уже чек выписан вот идите я пошел но и получил я говорю это не годится так это ягра как так вот так много то но я провели поставки я говорю какой ну как профессор то какой же профессор у меня нет даже образование это никакого гуманитарного то нет это они оценили так чуть ли не нобелевскую премию там добавили к этому так так такая сумма она у меня гасекверт ногами просто да мы он спрашивает попутно а вот сколько лет ведете здесь я говорю уже скоро 18 лет а получаете сколько то я грунт не получаете завтра же зайдите ко мне он как крутануло то они там за 18 лет вот такой стоимости я не знаю что делать владимир васильевич это уже с университета я не могу законно все законно но закон это законно я пошел получать а говорят у вас и нн есть и нн я граниту получить тогда я говорю я не получаю а без нее нет его до свидания она хотела может еще это сделать я нету не буду я скверняться этим это вот такие только беседы вот он пришел на занятия на занятие он осенкин игнотика сейчас не тро вперед не торопитесь так в итоге вы не получили деньги вот эту не получил ушел и чтобы людям можно было сказать что и нн не от бога это подготовка к антихристу я не против я получил бы но мне надо пример было показать так то я не знаю миллион или еще там было еще 18 18 лет выходили и ни разу никто не задавал вам вопрос зарплату там бухгалтер никто 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 только владимир васильевич и встигнеев и вот он пришел на занятия нашу а там у меня изображение христа стоит богородице и николы чудотворец и вот он подошел с ученым секретарем в леське в леська там валерий кажется его такой ученый секретарь ой ко мне расположен он как был профессор секретарь профессор а вот у них то когда было это атом это все полигон это он на этом заразился он умер он бы жил у него здоровье крепко все но что ты держишь облученный вот этот полигон то как раз атомных взрывов то он все исследовал шойхетом а шойхет там написано сейчас расскажу как и я а так и они зовут я я яков яков ахман ахманович на умович на умович ахманович он мне операцию делал потом я коснулся ох и хороший человек вот понимаешь нет я как плывут такие люди первые лица он заместитель губернатора по медицинской части с этого перепрыгну разреши на это якова нахманович закон есть такой вроде канон есть он чтобы к евреям не ходить на прием потому что первое там убивали между были я гривей это избранный богом народ двенадцать три бытие считать еще вы плетете то так вы против канона идете тогда я бы не был против сейчас другое другая обстановка меня краном подняли опустили у меня так вот заклинило 40 градусов мороза ремонтный завод вагонные делали и вот так вот железным стекла надо было и на клемма железная и там специальная кабинка такая-то большой козел стоит такая-то проволока руки туда с мороза и у меня обе руки парализовала вот так поднятые были меня вторая группа была а потом я решился и выложил было вышло все с меня а вот когда операцию это делали меня привезли это яков нахманович а он тогда доцент был шойхит шойхит это означает резник который режет скотину когда жертву приносят это евреи чистопородные а у него там какая-то рядом стоит агапи или марфа не знаю ассистентка и он так меня подвели на так вот руки тоже вымыты поднял ну ложитесь я говорю я не могу лечь пока не помолюсь он говорит ну молитесь я встал на колени и стал молиться а то он мне потом рассказывает она мне шепчет яков на умович на умович а не зуб да сколько же можно тихо спокойно представь себе еврей доктор медицинских наук но там был доцент но я помолился все все ложитесь а в это время студенты медицинского института и они что-то такое начали говорить а я лежу операцию делать животом режут а я с ними а потом мне говорит как вы их разделали все а когда вернусь в этом еще спорили с вами конечно а боги о вечности а я лежу я говорю им все это припоминаю но он-то по грамотному понимать вы их разбили на голову всех говорит а не потом продолжить особенно когда начинает организм отходить от обезболивающего а к слову сказать я попросил чтобы операцию сделали без обезболивания я говорю хочу пострадать как христос как этот игумен сахара кирилл говорит найдите еще такого человека на меня тоже хорошего то вот здесь ну и что там пришли к там летчик лежал какой-то и летчик сходу на меня вцепился и когда вот ты беседуешь и в это время где перерезали где кишки там все затягивали в это время отходит очень больно а я даже не заметил как потому что я весь устремился туда и он говорит а этого летчик этого разложили как я не могу вообще почему у меня столько радости бог дает когда на тебя нападают молитесь за них велика ваша награда на небесах а за это то нету что меня доделали то мне просто смешно и вот здесь вот он пришел и а у нас аудитория 410 такая довольно большая и он подошел теперь по ручке меня там обнял и поцеловал зашел и говорит так только ну-ка это выйдите-ка в коридор мне там кажется я вышел а что за люди у вас я буду там всюду разное я не про это спрашиваю вы ничего не видите разве я говорю нет да лица у людей то светятся всех как солнце какое я говорю у людей понятия не имею а то вообще знаешь какая награда какие у нас занятия было а потом когда дубунов уже приводит игорь владимирович тогда он считает а я объясняю и начинается с молитвы царю небесный я не знаю сколько примерно 64 проповеди я сказал на царю небесный утешителю представляешь это только господь может сделать так ну и попутать мировое искусство толкование и противосектантской ну и все остальное и вот вот он этот раз на фотографии то и зашел а что он заболеет этого я не знал и летом видимо там надо смотреть когда он заболел то я у него даже ни разу у больного не был я и не знал а а когда уже узнал что заменили его другим там кажется коршуна был бывший губернатор тайского края тоже хороший человек я не знаю почему так но все хорошие у меня попадаются так это или я им попался тут ну и вот такое дело вот эта фотография как раз и говорит что вот он истигнеев здесь а когда о нем вы считаете дальше он работал на полигоне вот он какой вот он стоит голубь я за него молюсь за упокой души его да вот господь это так все делается и дальше где там вот вот здесь вот который показывает биографию там шойхет написано шойхет яков нахманович они вместе на этом полигоне там где работали атомном где взрывали и первые вот эти счетные машины которые сейчас большая не занимали большой кабинет и он этим руководил биографию это прочитали да да вот такая история получается до какого года вы вели занятия ну наверное я сейчас не могу даже сказать это наверно до какого я вел кажется 7 нет 99 наверно 18 лет назад откинуть 18 и так и получится это надо посмотреть по справкам по характеристикам какие они давали когда он умер но это не так и важно вот это он когда умер вы еще сколько-то вели занятия немного немного вскоре стали претензии а почему стали проникать люди с экстремистскими настроениями под видом разных обучающихся и правительство не знает как и они тогда собрали этих профессоров и сказали вы без этих можете обойтись можем закрыть все чтобы ни одного человека не было и эти стали когда вы метайте меня вымели я тогда снова обратился они в москву запрос сделали другой уже был третий после него и тоже ничего не получилось ну и все я институт культуры дальше в медицинском университете вел занятия в алтайской аграрном университете то есть я в пяти университетах тут вел занятия ну главное это вот алтага именно ползунова технический университет но у меня тоже один раз попутно сказать хочу заклинило у меня от тяжести позвоночник и я на коляске меня возят и вот я в больнице меня исследует краевой а там виктор андреевич вот этот яковлев который наш там все устроил и вот они меня повезли готовить то и говорит бороду надо убрать я говорю не могу я это сделать а который стоит рядом он доцент был деле этот был я потом может быть даже припомню их только один знаменитый человек такое же имя у него тоже доцент и который самый резал то меня кажется делягин есть и вот они посоветались и не надо так а теперь в шланг такой как вот вода стекает из стиральной машины в рот сунули и я поплыл я тоже там просил чтобы без это нельзя говорить никак потому что вы будете терпеть а приказать мышцам мы не можем мышцы сразу вздрогнут а вздрогнут у меня скальпель там ну и все вот они сделали мне операцию довженко его фамилия вот теперь я вспомнил и он приехал женой к нам в деревню потеряевки был который потом профессором стал у меня фотографии с ним есть я пришел и мы с ним сфотографировались вот когда эту операцию делают на спине позвоночник я когда проснулся гляжу не могу понять где я нахожусь когда щечки маленько прорезу гляжу губернатор стоит рядом губернатор края знакомая такие большого счета что такое там немецкая делегация приехала а я в реанимации и они в этот момент пришли когда я приходил сознание и по мне что рядом они там много у меня щипят и чувствую или нет у вас горит необычное устройство там обычно два канала идут по позвонкам то а у меня три грыжи раздавлены между межпозвоночника который амортизирует ну а у меня один и поэтому у вас в больном все переплетено они боялись что если где-то перерезали а надо было вырезать теперь я жалею не надо было если способ другой теперь есть там вставляют пластина такая очень дорогая чтобы она не заржавела ну и вот говорят память сильно наркоз то отнимает но это так я когда очнулся они за ногу меня щипят там прошел это дыряги должен как-то чувствуете или нет игры чувствую ух как хорошо но но знаете вам сидеть нельзя можно только лежать или стоять и меня в лагере стоя кормили в ванну опрокинули на ней тарелка и я стою и меня все время берегли больше трех килограмм не поднимать а я сейчас два бедра нагружаюсь и еду и нельзя было кланяться я я не согласен с этим я помаленьку каждый год помаленьку и наконец у меня хрустнуло что-то я поклонился прям до полу и сейчас кланяюсь поясные поклоны даже никто никогда не подумает вот бог делает это григорий пивыч раз путин говорил ты поешь город развратись а он это бог а бог вот у меня точно такое же к слову сказать я его очень уважаю о ком сказал но и вот такая история разворачиваем назад большие тяжести работа на морозе еще меня и парализовали руки и все господь вернул зачем я живу еще такие вот сейчас истории переживаю же конечно ну отнимают там дома которые я уезжающие продают потому что а кому они нужны никому продать некому а я там покупаю сколько кто приезжает я его бесплатно отдаю какая моя вина скажи неужели люди любой скажет что это невиданное дело мало того я купил корову которая по рукам и по рукам идет двухлетнюю как только я говорю кто приедет построит он сарай вы ее отдаете такого же возраста то есть моя корова она все время так как это здание вот я здание это перекупил а вот вы купили столько ну то есть враги не знаю что сказать ну брошены они брошены люди уезжают но я хоть маленько им дам договорились какая цена какая моя вина то в этом мы по согласию были никаких бумаг ничего никогда не было какие он уезжает он бросил а теперь бросил а заплатил они это теперь перепродают и меня же давят я никак не ожидал такого супер нахальство безумие одержимость сатанинская я не считаю это нормально бить его надо добить и как не добьется а бог а бог господь мой бог во святых и угова его сын христос вот такая брат история договоренности выше бумажек человеческая договоренность выше всех бумажек я маленький рассказ расскажу это мне рассказали когда я был в америке вот говорит у вас там бумажки разные то а у нас не так живем вот он может быть он сам мне рассказывал нанял какого-то как звать аркадий документы проверил все кем работал продавцом будешь у меня торговать мясом с удовольствием но и однажды хозяин приходит игр как дела идут замечательно он подошел холодильник открыл а там кусок мяса солидное а это что да это я себе взял взял так ты заплатил ты чё да я сзади тебе столько наторговал нет так ты платил за него или нет да нет конечно но тебе выгода в этом а как ты взял у тебя какого сорта было мясо ну в этот раз второго а я его по первому сорту пустил так и схватил как ты могу сделать это же люди то думают первый ну и что аркаша да чего же ты наделал то уволен сразу уволил его давай которая все время его посещают берут он давай звонить тут у меня продавец был он ошибся это мясо не первого сорта второго вы придите я на эти деньги вам доплачу тому вот как работает бумага не нужно а эти которые нас нападают их бы сегодня не знаю вышивали из страны как гнойные пузыри они за мной ничего не знают а почему мой бог он скрывает меня за мной ничего нету нигде и которые рядом были они видят с ним говорить хорошо жить невозможно почему вставать надо вовремя 4 40 обеда этот я когда на стройке работал это я сейчас скажу какой год был это допустим 59 60 может быть вот нет больше уже я приехал приехал то 65 народ был и вот на стройке мы работаем а стройка-то большая и вот однажды александр иванович устинов володя который живет потеряя в кище и вот и он меня спрашивает мы близкие друзья были человек удивительной биографии начальник радиостанции ракосовска константина константин еще всю войну прошел на передовой и нет ранения нету и он говорит а на работе знает чтобы верующие уже все знают а за стол когда садитесь вы креститесь я говорю нет а почему я не знаю я завтра перекрещусь сказать то сказал а открыто я еще не молился и на утро но отработали до обеда в обед а там вагонщик стоит а на улице пурга и вот я сел за столом там сели человек и здесь хотел перекреститься вот на меня напал как страх или что не знаю думаю ладно без обеда обойдусь а потом мы дело не пойдет это от лукавого я тогда перекрестился господи иисусе христеств и небоже помил мне грешного а напротив мужик сидит который тебе еще бог лишний кусок дает а рядом который сидит а ты не разговариваешь с ним вот который дай ему в морду то мне в морду размахиваться это объем их обоих схватили и выбросили на улицу там доканчиваете здесь не надо что-то загудела не все нормально нормально будет вот так ну вот так и я попутно разные истории эти беру какие-то а люди так которые видят там фазушники ну учатся где-то но ничего знают то ну как с кого спрашивать то а когда приходим нас за город везут реконструкция города из китим новосибирской области и дальше работаем валенки снимаем надеваем там еще сапоги я снял валенки то они видят и оставил ничто сделали туда разбили стекло накрошили и сверху кирпичом забили чтобы я не мог обусти представь себе а у меня ли сумочка лежит я с собой беру две ну два ломтика хлеба они там мыши убили и мыши заложили между хлебом то чтобы у меня с мясом было на народ у нас юморной поэтому не его ничем на колени не поставишь почему так в луже лежит и держится за это вот интересно как вот это я все попутно вспоминаю и вот яков нахманович когда на нас силе нападения было лагерь закрыта он во главе комиссии приехал а он был замглавы администрации по медицине и ну и профессор теперь он там видимо академик все и вот он когда побыл мы-то встретились с ним я к операции готовился и он везде все осматривает а при нем там санэпиденстанция роспотребнадзор называют теперь никаких только не было района начальство ну все и они перед ним уже не такие они и он мне говорит вот вы набираете детей яков нахманович говорит будьте осторожны иногда человек уже заражен а проявление начнется через неделю через две видите я могу закрыть любой ресторан сейчас найду причины но нам это разве надо но это замолкли все вот так сидят вот а тут сразу санэпиденстанция берет на анализ воду которая где купаются где крещение у нас идет воду из колодца молоко на кухне все выше среднерайонного но претензий никаких нету а который это все у меня описано для слова божия нету надо и в этом в открытым оком какой-то том вот здесь и вот они все заглохли как будто их и не было а вот говорит они внимают внимают а сами на выслед когда он уедет все это вот начнут тогда меня душить а почему приехали они а вот почему внезапно появляется большая статья в главной российской газеты называется российская газета учредитель правительства российской федерации и большая статья о нашем лагере обо мне с фотографиями ну тут конечно им нельзя не отвечать на первой странице кажется и тут они несколько машин приехали и представителей кпрф и кого только не было даже кто делал фотографию это его его тоже художника волобуева александр павлович это который потерялся то и и а то ваши он говорит мои а когда отсылали я не отсылал то есть они вот именно и мне это надо делать им надо исправить то что о чем написали но они тут пляшет но меня уже не убивают а что они написали что в газете было написано в газете все написано какая-то написала журналистка в московской амелина а она прихожанка отца кирилла сахарова игумена который от храма христа спасителя 200 метров на берсеневки вот понимаешь одно с одним как и она хорошо там то есть все хорошо написано очень хорошо эта статья она кажется для слова божия нет уст там найдете нет и из-за этой статьи приехали люди да вот эти все да 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 не просто приехали а там кавалькада там сколько машин то было они приехали чё там учиться посмотреть проверить так ли это а до этого было так вот приезжают когда меня душили они и вот он сидит пишет столы нестроганные доски а я говорю да из района из края приехали из барнаула я говорю они строганы и сверху смотрите вы сидите новая клеенка клеенка новая но у нас так записано уже опровергайте через суд но вы же сидите дальше ночью кто пойдет на двор ничего это у нас ртутная лампа вот такая вот лампа там на километра идет но у нас написано света нет опровергайте через суд и газета все это скажет как они издевались надо мной поэтому они там прыгали будь здоров значит москва руководит и российская газета хорошая газета она у меня сейчас где-то даже еще есть осколок ее а тут и мэр города помогает баварин владимир николаевич я вас считаю лучший мэр россии его вводили десятку лучших но в десятки лучших российских мэра он лучший и у него благодарность мне было когда он рассчитывался за то что у меня отняли когда посадили и вот это вот здание я нахожусь это все благодаря ему два здания 13 соток не выскажешь как и когда он давал отчет а он был когда-то партнер моторного завода такой авторитет его и мне всегда от него там кто я не знаю по помощник советник называется общение к владимир петрович бывшего в афганистане что у него у баварина владимир николаевич за год отчет перед населением там все верхушка вся и ко мне специально всегда при каждый год посыльный был чтобы я тоже пришел и потом меня спрашивает ну как как я дескать я говорю сверху это я не знаю как как он обходится с людьми к слову сказать вот этот семкин борис васильевич академик проректор который-то там ушел студент а мать теперь ходатайся чтобы вернуть его а я в это время у него сижу я говорю борис васильевич я переметнулся оттуда от сестегнева рядом кабинет через рядом прямо кабинетка дверь в дверь и секретарь посередке я говорю я хотел бы посмотреть у вас как вы с людьми общаетесь вы у меня это я у вас должен учиться они меня возносили почему незнакомые люди лагерь дети и вы столько лет и но они все разузнали что я работаю 18 лет в тюрьме бесплатно иду по камерам люди меняются какие они там есть я расскажу как из как голодовки выводил там вещь неслыханная вообще неслыхана в их системе какую вы власть имеете считать что я что-то мне говорили я много лет учился в египте в индии как влиять на людей я там не был еще не разу обо мне такие легенды но и вот здесь вот такая брат и история настоящая история и теперь видна то что произошло вот основание основание детского лагеря что в советский период он функционировал это невозможно да вот начальников от всяких привозили люди так какие тем более когда один год это девяносто восьмом году было 15 комиссии краевых 15 даже кгб задействовано было и ничего не нашли дети стоят на крыше закрыли они не нахарничали а деревня наша пришли снимали это снято где то есть а я залез в одну келью и там молился они не знают где я они меня всегда ищут а дети на крыше стоят и скандирует держит большие плакаты сохранилась не заходите не заходите скандирует она этих написано коммунисты людоеды займитесь своей душой то что община была основана вот такой промежуток был времени наверное за всю историю российской империи ссср и россии было там не знаю сколько лет десять лет может быть вот это окошко в которой можно было основать общину именно вы господь вас сделал что именно здесь вы именно попали и основали и с нуля потому что мою сейчас вот все что я вижу я понимаю что никак иначе приход кроме как с нуля основывать чтобы все правила каноны выполнялись все все было по писанию кроме как с нуля невозможно ну мне так кажется сегодня как раз у нас день память это памятная дата 33 года обоснования общей на религиозной барнауле сегодня поздравления нам идут 33 я говорю возраст христова за этим то голгофа идет я говорю вот так вот потом то что в тюрьме в этом из каких-то договорить ну без ничего не бумаги ничего в тюрьмах проповедовали что в университетах в школах воинских частях и притом с вашим мировоззрением то вас до войских частей допустили полиции и все это все невозможно эти все личности которые вы говорите это не заурядные личности в то время в 90-х ведь никакого закона то особо не было еще порядок не наведен и там определенные личности занимали которые личностями являются настоящими они могут быть некоторые бандиты некоторые нет но это все личности и вот в этот момент вы именно особенно вам да открыл начальники всех это даже когда скажешь это невозможно я говорю смотри вот у нас самый большой кинотеатр мира коловокзала огромный такой ну и фильм так надо сняли предчувствие это и режиссер и я выступить перед народом полный зал когда я говорит стала потом она там которая директор была тоже надо смотреть как ее зоя павловна вот видишь как говорю и сейчас все всплывает где-то вот и она говорит выхода стали говорить а у меня муж горит пришел послушать я вас рассказала ему выхода стали говорить я горит жалость за мужем взялась думаю сейчас не выпустят арестуют меня юнина фамилия и зоопалова ну это вообще вот я иду как-то домой уже потемках лежу возле дома стоят квартиры ну это же такой был купеческий дом и на втором этаже мы я квартиру откупил для бабушек которые приходят а ночевать негде рядом с храмом и они там были а когда другие храмы то стали строить быстро то теперь освободилась я туда перешел какое-то время там был а когда бабушек то негде не по вокзалам ходит никто не заботился а господь мне позволил купить я делал печи 40 лет у меня деньги были я не у меня норма всегда была почти 300 процента выработки 280 я только один раз захожу а бабки там надежда васильевна матрасов но купила дал денег и они там человек 30 ночует они хозяин хозяин зашел а даже подхожу к дому а там стоят люди я подошел они поздоровались ближу военные счастье отдают я вон говорит один говорит мы из танковое счастье а другой говорит а мы там авиационное мы решили зафрахтовать самолет чтобы вас перевозить с одной части в другую я такого никогда не слыхал даже ну представь себе самолет и когда в другом кинотеатре было где там собрали специально воинские счастья битком и меня сиденья то заняты людьми а коридор тоже заняты и через военных меня волоком вот так вот тащит к кафедре ты говори они военные вот господь дал такое у нас близкие отношения установили с генерал-полковником пенковом борис евгеньевич мы его отблагодарили он мне дал много что много около 70 шинелей которые называют там брюки ну там все такое вот были вот это господь делает так когда меня привезли на телеге сена вот пенков борис евгеньевич это он ох сколько он нам помог да благословит господь я к нему николай астахова посылал не допустили не допустила болезнь 2 марта 2023 года умер какого 2 марта 2023 вот как а до это были я ему подарки посылал книги и дождь не допускал окажется у него что-то было такое что он разговаривать не мог они не хотели его показывать он меня большие палатки танковые привозили от него прямо и когда большими палатками то мы еще не строили в лагере то и как дождь мы там сидим куплены специально те хлопья и ребятишки едят и молимся за дядю борю генерала вот я рассказываю когда все ну где в этом училище спрашивает я гриви где но я брал отовсюду хорошее вот когда люди стонут проще есть такой национальный культ японии канзё никогда виду не показать что тебе больно я детей на этом воспитывал профессора про профессора психиатры приезжали директор кэстонского института из лондона ксения дэна прилетела вот это не игрушка но ей правда в останкина какого-то юрия дали сопровождать и она приехала потеряевки была а потом написала большую статью и там написала это мне в половину не рассказали что я вас услышала это как царица савская соломону сказала вот это я так скачу с одного места на другое но все связано как в лагере было вот эти нападали которые их куда-то разметало никого нигде и нету а у меня старше 45 лет директор от детского лагеря был без помощи государства тысячи детей подняли обслуга сооружение построить там да да они там мазанки там ни комаров ничего нету закрыто от дождя шиппер там это все моё расходы мои мне зачем это когда-то бесплатно пятьдесят семь процентов полностью бесплатно дети были а которые так даже точнее то вот государственная бывает высшая цена там какие-то курорты и низшая так у меня кажется три раза ниже низший надо покупать надо муку надо мы же питаемся трудящийся достоин пропитания и мы так себя сохраняли однажды я прихожу я про тюрьму сейчас мне интересно рассказать а начальник тюрьмы даже еще раньше скажу когда меня привезли в тюрьму но я в сапогах летом то спотел я взял портянки когда меня в отдельную камеру то посадили там какой-то отстойник то а тут в это время заходит какой-то открыл капитан что тут развесил мы те кишки развесим здесь такие убрать я взял обувь все а наутро приходит замполит ульяновский владимир александрович ульяновский вот хороший человек замполит в тюрьме сизо 18 дробь 1 кажется она на канатной находится бывший казанской божьей матери монастырь женский которых там находилась сколько-то 180 или сколько монахинь красношлемные молодцы пришли вывели расстреляли тут всех девушки там были какие даже говорить невозможно а теперь все это описывают где то есть и вот здесь я я немножко так это сглаживать буду как-то я прихожу а начальник и говорит а сначала с этим замполитом закончу а то вы стихотворение тут такое написали с кпсс христос воскрес да мы вас гнаем здесь вы не выйдете я говорю библия говорит так он библия говорит ну наверное так и будет я не ожидал такого поворота а начальник тюрьмы соломин александр семенович полковник очень хороший ну родной мой ну как ты тут у него родной мой предсказка всегда была и он меня часто вызывал и беседовали умер по-христиански следователь обратился один который следователь там другой из кгб стал священником тут понимаешь после меня такое какое у них положение то было а дяди боре генерале мы молились всегда никто его не видел никто не знали я лично с ним даже ни разу не встретился а только знаешь что по картинке да все николай был у них все-таки передал книги дочери останутся это кажется прошлом году было ну и вот они там не говорят у нас говорит тут неладное дело в тюрьме я говорю что до голодовку объявили объявили люди которые уже много раз сидели и они из нее не выйдут пока не помрут ваш почему да тут какой-то бунт маленький был вызвали омон но они начали подряд всех молотить ну и вот говорит такое дело я вра сколько сколько там два-три а тут я не знаю сколько говорит уже больше двадцати наверно я говорю у меня туда запустите куда что вы не там нет а там самом низу я смерти находятся туда прохода нету офицеры дежурты собаками в коридоре я нигде такого не видел скажет может этого не было ну может поблазнила не было я говорю да конечно вас убьют и все я говорю не убьют они знают кто пришел не знаю я говорю у меня бог охраняя чтобы с бога спрашивать будем наконец договорились не запускают я тогда у меня близкие отношения с прокурором края пороскун юрий педорович вот мужик генерал-лейтенант такие были отношения людям два года к нему не могут на прием попасть некогда ну народу много я мог два раза в день прийти к нему а то бог делает таких людей то я пришел и ему говорю юрий педорович меня не пускают там не пускают завтра пустят я приезжаю назад а то он стоит около тюрьмы двери открыты идите понимаешь как вот не имей говорит 100 рублей а имей друзей как от жубей но он не пускал он не пускал потому что боялся что контролирующие органы знают и предъявят а тут главный контролирующий орган генеральный кто вас прокурор края а он сказал все нормально как при вопросов не будет награду получил только что путина его высокий уровень такой был но и ладно меня туда за только открыли дверь и сразу хлопнули а они сразу лапкин пришел ватку уже не знаю а не значит я каторжник я знаю о чем они я стал с ними беседовать те то не знают ну и когда кончилось беседа то я говорю знаете что вы знаете что в тюрьме свирепствует туберкулез конечно знаем отец надо кого-то возне идите как для него но этот положительная среда до вируса я говорю вам не надо больше уже три дня выходите из этого да нельзя выходить они опять тоже самое надо чтобы привлекли к ответственности их я говорю я пойду сейчас по правам человека я зайду прокурору я везде пройду и все это расскажу и но сначала скажу начальнику тюрьмы что я пойду туда-то 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 я тайно ничего не делал открыто но я с ними побеседовал я говорю надо объявить окончание голодовки но сегодня вы не ешьте а почему кому пятница завтра пасха будет сегодня вы полдня будете поститься не голодовка поститься вот дед придумал то что я вот такой какой есть такое есть я говорю уговариваю их скажи ты вот и вернешься домой то тебя ждут кто-то кто ждет я жену застал с любовниками обои зарезал и как вот ну кто то есть у сестра есть так она другом городе я буду какая-то собака там у вернешься здесь я прошу выйти из этого я когда уехал домой начальник звонит и говорит вы слыхали новость то какая какая все до одного вышли из голодовки я в этой пенсиарной системе уже сколько лет работаю сверх норма работает и такого не слыхал что же вы могли сказать ему да ничего я сказал жизнь отдается один раз ее надо сохранить все вышли говорит да выше да еще и улыбаются игнат тихоныч голодовка вообще что это такое объясните почему она применяется для чего это делается вообще и хочу как это городит начальство то начальство узнает один умер другой а потом дальше разговор сбежавший из гулага и богат один сбежал другого застрелили вы не выдержали испытания там так называют по фамилии не знаю как это гордеев или кто сам виноват он и он и он и убежал он живой где-то ну к примеру и видел нет этот фильм сбежавший из гулага просмотри обязательно 14000 километров человек прошел немец и все-таки нашел до дома 14000 километров 14000 это реальная история да реальная история реально это земного шара почти сбежавший из гулага и шести и особенно когда его проверяют последний раз он перешел кажется пакистан его сразу обвинили шпионом под расстрел вот он тут и там ничего не сделает он говорит я бежал я пленный был а он говорит как фамилия то а у него как раз атташе из германии именно вот такая фамилия это его дядя и решили так принести проверить дядя ты его бы знал каким а какой он сейчас пришел то там совсем другой и он разложил эти фотографии а он так прошел а вот эта фотография на день рождения мамы и там написано я я сказал поздравляю тебя птенщик твой взял фотографию перевернул там так и написано ясное дело что ну кто чужой то сказал бы это а вот каждая фотография сказал что с обратной стороны написано фильм прекрасный как называется еще раз сбежавший из гулага посмотри советую прямо советую всем посмотреть ну я кое-что хребнул из этой простокваши нашел нет что-то надо назвать видимо название немножко какое-то другое ну гулаг гулаг там точно из гулага обердя может быть побег из гулага побег так сейчас поищу из гулага зарядить они поплывут 2001 года фильм может быть и так все нашел давно смотрел немецкий написано там немецкий кратко да да немецкий да вот все это увидишь как применик себе и сегодня что тебя окружает вот до щенка тебе таким дорогим будет у заключенных так везде рисует как венец из колючей проволоки и написано свободу оценит тот кто потерял ее я могу разговаривать как исповедник мне дано право заступать за тех кто не выдержал напора и пошатнулся ему дают допустим 15 лет отлучения я могу ходатайствовать право иметь законы по канонам я знаю как трудно не каждый это выдержит ну вот кто там на фотографии я сказал кто такой всегнеев кто такой-то маргорода я за них молюсь каждый день почти да понятно ну слава спаси христос за историю игнотик ночь некоторые у меня говорят да пишут а столько историй никогда не кончите я говорю потому что я не сидел и не спал и поэтому так господь давал у меня много друзей и врагов много это законно так и есть потому что я же делай сатана лютует ему не нравится вот сейчас который против что-то говорят там это деревня то другое а я бога то благодарю дай мне еще больше радости господи они ничего этого не знают так они умные отбирают все это пустое нажитое завтра может все сметет господи а я буду сегодня вот так никак я только радуюсь радость и ликующий голос мой доходит до неба увеличь мою радость господи вы не даю вы не даете себя зажать никак а вот сейчас приставка которую работу работаем проповеди во свете святой библии вот если только мы закончим сегодня кажется там 104 было которая нашла девора я закончил то там много повторов было и сейчас еще она накопала 43 я это сейчас закончу и дальше накапливается теперь окончательно обработка должна быть не ладится с кондратюк ирина она там то у родителей то где самый лучший корректор мне нужны люди которые очень хорошо пунктуации разбираются морфологии синтаксис вот кто как ваша катерина какая у нее отметка была у него 4 4 5 где-то так не меньше а у вас сколько было у меня три дело там что простая фотография смотри какие искры высекла да а врагов то ничего этого нет они одиноки я бы где бы ни был каждый день столько приходит вы только не забывайте меня если не будет еженемно проверять раза два то что у меня где пишут эти комментарии если хорошо уже научился а вы слышали что этот емельяненко то у федора брат брат мусульман что принял якобы а александр абу-бакар да 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 он как переводится знаешь отец молодых у них распространенное слово так как у нас владимир уже не хуже некуда он православным не был и сколоты весь матерился разводился блудил и он никакой но ему там игры не будет если он только напьется она пьется обязательно его сразу зашивут у них считают что человек пьет не вину а шайтанью кровь кровь шайтана мне за это нравится вот это да но вообще по федора емельяненко вы смотрели когда-нибудь конечно я все время смотрю его я не просто когда-то а молюсь они он когда у батюшки там бывает где-то чтобы господи чтобы вы ему сказали если вы встретились с ним все оставь все иди молись замаливай грехи свои скомки людям ты по повредил нашел где бороться я их украшаю какое украшение это константин чайменко о савченко сказать вышел на меня ну что брат все наверно ну все да все слава богу зашел ты на минутку сколько уже мы говорим уже час ноль две час ноль три вот как раз на этой неделе если господь благословит у меня будет встреча с одним важным человеком книги подарить хочу ему это с которым вы встретились на крестном ходу да я понял ну все спасибо и отошел